Привет, друзья! Сегодня на обзоре, наверное, один из самых подробных обзоров нового Xiaomi Redmi 9S. Посмотрим, что это за зверь такой и стоит ли его вообще покупать. Без лишних слов, погнали! Новый Redmi 9S имеет огромный шанс стать одним из самых продаваемых бюджетников марки. Но когда начинаешь вникать в некоторые тонкости, появляется ряд определенных вопросов. Итак, комплектация. Кроме самого смартфона, в комплекте вы найдете блок быстрой зарядки на 22,5 Вт, кабель Type-C, силиконовый чехол, ну и по традиции мануал и скрепку. Также на смартфоне уже с завода наклеена защитная пленка. Но имейте в виду, что она не имеет олеофобного покрытия и по экрану палец скользить будет не очень хорошо. Хотя со временем пленка затирается и проблема пропадает. Я бы снимать не стал. Да, чуть не забыл. Моя версия имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Теперь о дизайне. Новинка выглядит подобающе трендам 2020-го. Корпус сделан из стекла Gorilla Glass 5, боковые рамки из пластика, но несмотря на это, выглядит все довольно неплохо. У новинки бесподобно красивая задняя крышка, которая кроме своего вида соберет абсолютно все отпечатки. И за это первый небольшой минус. Но тонкий пластиковый чехол вполне решит эту проблему. Также он поможет сгладить выпирающие квадратные модули камеры, дизайн которой компания точно подсмотрела у Huawei. Слева на панели тройной слот на две сим-карты и карту памяти. Справа кнопки регулировки громкости и кнопка питания. В этой модели ребята из Китая соригинальничали и теперь вы сможете наблюдать сканер отпечатка пальцев, встроенный в кнопку питания. По итогам теста оговорюсь сразу, что работает он быстро и безошибочно, что меня однозначно порадовало. Разблокировка по лицу тоже есть, по этому поводу не переживайте. В нижней части смартфона вы увидите порт USB, мультимедийный динамик и вход на 3,5. А вот на верхней грани вы найдете и кодатчик для управления, например, телевизором. Старая фича, но достаточно приятно. Вес смартфона 209 грамм, и это немало. Но несмотря на это, он уверенно лежит в руке и не скользит. Но вот огромные габариты все равно не дадут комфортно пользоваться гаджетом одной рукой. Так мы плавно и перешли к теме дисплея. У Redmi 9S это IPS-дисплей размером 6,67 дюйма. Разрешение Full HD. Плотность пикселей 395 ppi. Картинка, на мой взгляд, просто замечательная. Яркости достаточно, цветопередача выше среднего. А вот углы обзора меня немного не устроили. Даже при среднем отклонении ситуация не самая лучшая. 9S получил фронтальную камеру не в виде капли, как в предыдущих моделях, а расположил ее в отверстии по центру сверху экрана. Размеры приличные, но я к ним быстро привык. Тем более, поставив темные обои, вы сможете хотя бы частично компенсировать визуальное наслаждение. Теперь о процессоре. Тут установлен Snapdragon 720G. И это последнее недавно представленное поколение. И в своем ценовом сегменте он один из лучших. В играх все максимально комфортно. PUBG Mobile идет на максималках при 60 кадрах. Фризов и подвисаний не замечены. Call of Duty Mobile я комфортно затестил на высоких настройках графики. Но на ультра фпс проседал примерно до 40-50, что более чем нормально. Да, под нагрузкой смартфон действительно греется. Но не так, как это делает MediaTek. Хотя если вы планируете конкретно зависать в играх, то чехол лучше снимать. Так он будет меньше греться. В плане скорости работы я проблем не заметил. Конечно, нет идеальной плавности, но тут и ценник не 40 тысяч. И за свои плюс-минус 18 работа вполне быстрая и стабильная. Да, еще у 9S ну просто отличный вибродатчик. Я не могу этого передать на видео, но тактильный отклик очень и очень. И если у вас был премиум сегмент смартфонов, вы должны понять о чем я. А все хорошо, потому что в производстве они использовали более дорогой линейный вибромоторчик. Перейдем к камерам. В данном случае их 4. И это 48-мегапиксельный датчик Samsung GV2, 8-мегапиксельная сверхширокоуголка, макросенсор на 5 мегапикселей и датчик глубины. 4К здесь доступно лишь при 30 кадрах. А вот режим замедленной съемки 960 фпс. И мне сломо тут не особо нравится. По умолчанию 4 мегапикселя объединяются в один, и основная камера снимает в 12 мегапикселях. При хорошем освещении, о лучшем дневном свете, снимки получаются насыщенными и очень качественными. Ширик меня тоже порадовал. Цветопередача сильно не меняется, искажения краев не критичны. Также у Redmi 9S есть 10-кратное цифровое приближение, но я этой функцией почти никогда не пользовался, да и вам не советую. А вот что действительно порадовало, так это макро. Если вы обеспечите приемлемое освещение при съемке, то получите отличные крупные снимки и автофокус, что редкость в бюджетном сегменте для макро. Теперь о ночной съемке. И тут она не является сильной стороной. Иногда фото могут смазаться, так как хромает автоматическая выдержка. Видны шумы и детализация не на самом высшем уровне. Надеюсь, что с обновлениями ситуация станет немного лучше, а пока на мой взгляд это слабая сторона модели. Едем дальше. Фронталка на 16 мегапикселей ничего такая. Делает отличные снимки и неплохо отделяет объекты от фона. В отличие от других моделей, все не так плохо, как могло бы быть. Теперь про аккумулятор. Поначалу кажется, что 5020 мАч просто невероятно много. Но это не совсем так. В принципе, при хорошей загрузке и работе, мне хватило его на полноценный 8 часов. Далее режим экономии энергии и еще пара часов. Более подробных тестов я не делал, но на толковых сайтах пишут, что при игре в PUBG на максимальной яркости батареи хватит на 5 часов 15 минут. И вот айфону до таких показателей очень далеко. Полные циклозарядки в 9S длится чуть более двух часов. И это я считаю вполне нормальным показателем. Пару слов о звуке. По сравнению с предыдущими моделями, смартфон не особо отличается. Имеет приемлемый звук даже на максимуме. Камера все равно не передаст реальной картины. Поэтому как-то так. Просто поверьте на слово. Ну а теперь ложка дегтя. И главный недостаток. В этом смартфоне нет NFC. Непонятно, что двигало производителем, но если вам нужна бесконтактная плата, то Хьюстон. У вас проблемы. Да, возможно выйдут обновленные версии, как это было с Note 8, но пока никакой информации нет. Что ж, давайте подводить итог. Redmi 9S стоит однозначно рассмотреть к покупке тем, кто ищет бюджетную модель для игр и серфинга в интернете. Мощный процессор точно не даст вам заскучать. А выбор, как обычно, за вами. Что ж, если тебе понравилось видео, ставь палец вверх и, конечно, подписывайся на канал. Впереди много интересных обзоров и различных актуальных новостей. Покупайте только качественные гаджеты. Увидимся!